На сегодняшний день становится очень популярным частное строительство домов. Несомненно, каждому человеку хочется жить в собственном доме, построить его по своим задумкам, подальше от шумного грязного города, нерадивых домоуправляющих, и жить на природе. Но не у всех есть достаточная сумма денег на это, поэтому для того, чтобы исполнить свою мечту, можно взять на постройку. Вам понадобится довольно внушительная сумма, в результате чего вам нужно взять на себя серьезное обязательство, поэтому подходите к этой сделке максимально внимательно и серьезно. Данный кредит дается на покупку всех необходимых строительных материалов для проведения ремонтных работ. На протяжении последних 20 лет банки несколько изменили обязательства строительного кредита для своих клиентов. Например, ранее банки очень тщательно проверяли все траты на строительство, требовали все квитанции, чеки на стройматериалы, но в наше время это вовсе не нужно. Главное – своевременно и в полной сумме погашать кредит, причем сотрудникам вовсе не важно, на что вы тратите заем. Но если вы подписали договор об определенной целевой программе займа на строительство частного дома, банк будет полностью проконтролировать процесс строительства, а также удостовериться в наличии построенного жилища. Вам нужно предоставить документы, которые будут подтверждать тот факт, что дом построен и может эксплуатироваться. Даже при исправной выплате долга ваши кредиторы могут совершать проверки для контроля за процессом строительства. При частых просрочках проверки будут такими же частыми. В некоторых случаях, если деньги использовались не на строительство и ремонт, результаты проверки могут оказаться для заемщика весьма плачевным. Банк может применить санкции, например увеличить процентную, выдвинуть требования досрочно погасить кредит. Очень важно, чтобы обо всем этом было написано в договоре с банком. Некоторые банковские учреждения выдают кредиты на строительство, прося дать какой-то залог. Например, ранее в качестве залога мог выступить земельный участок, на котором сооружается дом. Кроме того, банк требовал передать в собственность залоговую, сам дом после того, как он будет уже выстроен. В наше же время такие программы кредитования встречаются сравнительно редко, так как у них довольно жесткие условия, которые может соблюсти не каждый заемщик. Сегодня банки более охотно выдают заем на строительство, беря под залог недвижимость, уже являющейся собственностью клиента. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.